дорогие друзья я вас категорически приветствую приветствую на канале детской кухни кто сказал что торты должны быть только сладкие есть рецепты которые называются торт из разных компонентов из разных составляющих которые как раз являются антагонистами сладких тортов дорогие друзья не буду мудрить и томить сегодня будем готовить шикарный печеночный торт и чтобы печи нам попала свежая и печеночные блины у нас получились не хуже чем обычные блины спешим рассказать 1 детский анекдот в одесской маршрутке водитель просит пассажиров пройти вперед дядя мойша возмущается я плачу за билет чтобы таки ехать а не идти пешком и такие роскошные ингредиенты 600 грамм свежей говяжьей печени 2 крупные моркови 4 небольших репчатых лука 6 куриных яиц 3 для украшения печеночного торта 3 печеночное тесто 200 300 миллилитров майонеза 200 миллилитров молока 4 столовые ложки пшеничной муки высшего сорта 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка сахара от 3 до 6 зубчиков чеснока ароматные пряности и растительное масло дорогие друзья сейчас мы приготовим очень вкусный вариант очень вкусное блюдо которое называется таки шикарный печеночный торт первый секрет первая тонкость будет касаться собственно выбора пищи можно выбрать печень свиную овечью говяжью куриную конечно с куриной будет меньше всего хлопот меньше будет с ней возиться не нужно будет удалять желчные протоки и то же время с точки зрения полезности и вкусности идеальный вариант конечно же это говяжья печень как выбирать пищу но должна иметь такой слегка перитер на сладковатый запах пахнуть свежей кровью железом и когда печень свежая она истекает кровью вот видите собственно мы с вами в этом можем убедиться видите то есть кровь продолжает выделяться второй секрет собственно касается подготовки печени прежде чем и что-то что-либо с ней будем делать кулинарить готовить соединять ингредиенты нам нужно печень что называется подготовить первое начале нам нужно ее будет очистить от наружной капсулы по-медицински называется глисонова капсула и есть хитрость чтобы легче это было сделать мы сверху печень зальем кипятком обратите внимание капсула сразу белеет видите сама печи нет а вот капсула белей подержим в этом кипятке и буквально две минуты и приступим непосредственно к съем это капсулы слили лишнюю воду берем по одному куски печени снимаем капсулу берем острый нож она в этом будет очень серьезный помощник проще всего капсулу снимать голыми ручками каким образом это делать поддеваем край капсулы просовываем туда палец или пальчики и аккуратно ручками помогает себе кстати видите эту печать от печати нужно избавиться как раз мы с ними вместе с капсулы видим на заводим пальчик и аккуратно все снимаем эти красивая печеночка у нас готова вот наружно капсулы печи освободили теперь и чего нужно буду освободить правильно нужно буду освободить из желчных протоков а в будущем и от самой желчи как мы это делаем ну собственно скрываем протоки эти протоки вот что называется нужно будет вырезать вот и вот эти протоки мы просто вырезаем понятно что совсем маленьких протоков мы не избавимся но от крупных нужно обязательно избавиться категорически уже подготовлены кусочки печени кусочки делаем примерно сантиметр на сантиметр чтобы легче потом было избавляться с желчи от грубых твердых жестких и несъедобных частей печени мы избавились теперь пришло самое время избавиться чего правильно нам нужно вымочить печень и молоке кстати это молоко не из ингредиентов где-то 100 200 миллилитров и молоке печень оставляем ровно на час потом после этого нужно будет ее хорошо промыть от молока и оскопившийся горечь и в этой молоке под проточной водой а тем временем берем три куриных яйца заливаем холодной водой кладем на огонь доводим до кипения и кипятим ровно 8 минут то есть варим яйца в крутую пока яйца варится отличие издавляется от горечи приступим приготовлению зажарки которую мы не будем делать лука и моркови что мы делаем лук разрезаем на две части убираем несъедобную часть кстати как правильно нарезать речи тегу на канале одесской кухни есть мастер-класс как правильно это делать нарезаем начали дом 3 на 4 миллиметра будет достаточно и поперек другой плоскости и мелко шинкуем кладем на плиту сковороду наливаем 30 миллилитров растительного масла и прокаляем на большом огне 5-6 минут не доводя до кипения и не доводя до образования дыма для чего прокаляем маслом чтобы масло избавить от летучих соединений водной части масло прокалилась одним ловким движением сыпая весь репчатый лук делаем огонь меньше среднего пассируем лук 9-10 минут доведя его до прозрачного состояния перемешиваю каждые две-три минуты пока он тут сам будет без нас готовится зовемся морковкой и еще один маленький секрет обычно в рецептах морковку натирают на крупную терку гораздо вкуснее получится если мы это сделаем на мелкую терку натираем две крупные моркови на мелкую терку хорошего настроения много не бывает поднимаем его и слушаем еще один одесский анекдот изи а вы случайно не знаете кто может снять родовое проклятие таки жить на одну зарплату все по-честному прошло 10 минут выкладываем морковку и там уже стало жарко скучно а тут новый собеседник прибавляем чуть огоньку до уровня среднего хорошо все перемешиваем и пассируем еще все вместе уже на среднем огне еще где-то 11-12 минут также перемешивая один раз две-три минуты за минут пять до окончания пассирования добавляем пол чайной ложки соли пол чайной ложки сахара черный молотый перец где-то 1 4 чайной ложки немножко буквально для запаха добавляем жгучий красный перец все это перемешиваем хорошо себя зарекомендовала в этом люди еще лаврушка на 5 минут добавляем три четыре лавровых листика туда поближе к народу лаврушку поближе к народу самое главное потом в самом конце то есть через пять минут не забыть ее вытянуть и все зажарка таки готова к трудовой обороне это печень прошла огонь и воду медные трубы полностью промыли под проточной водой от горечи с молоком и только теперь печень готова к следующем кулинарном свершении что вам нужно с ней сделать нам нужно ее как можно лучше измельчить есть два варианта или блендером или мясорубкой с мелкой сеткой я выберу вариант с блендером мне кажется так проще блендер свою работу сделал очень важный момент измельченность должна быть до абсолютно гомогенного состояния видите дальше вводим пол чайной ложки сахара пол чайной ложки соли одну четвертую чайной ложки черного молотого перца или смесь перца вот как у меня зеленый красный белый черный еще очень интересный секрет посмотрела у кондитеров нам нужно еще в общее печеночное тесто ввести яйца молоко и муку как мы это делаем мы это делаем по отдельности заодно проверяем я из каждое яйцо на профпригодность куриные яйца предварительно были два раза вымытым смылом осушены не только после этого попали к нам в кадр венчиком яйца смешиваем желток с белком взбивать не нужно просто нужно будет смешать до гомогенного состояния и сюда же вливаем 200 миллилитров молока комната температуры теперь все вместе соединяем перемешиваем течение двух-трех минут нам нужно еще кроме того что все смешать чтобы растворились специи соли сахар чем не блинное тесто жидковатое конечно но у нас для этого же есть следующий секрет берем сито всыпаем сюда 4 столовые ложки муки и после этого постепенно замешиваем печеночное тесто подмешиваем заодно просеивание съедобной части и насыщаем муку воздухом во первых так легче будет перемешать легче будут раствориться жидкими сухим компонентом во вторых профилактика образования комочков все это перемешиваем до тех пор пока не исчезла вся комочка то есть нам уже полностью одни ингредиенты растворить других принцип тот же как и для приготовления оладьев длинного теста только здесь находится еще измельченная печень что быстрее избавиться от чистяных комочков я еще раз задействовал блендер две минуты и печеночное тесто готово друзья печеночное тесто по принципу приготовления ничем не отличается других видов теста чему я говорю нам нужно его оставить на 15-20 минут чтобы тесто выстрел и в самом конце еще один очень важный секрет на просторах интернета очень часто пишут когда выпекаешь печеночные коржи прилипают неудобно рвутся чтобы этого не было вот один из секретов добавляем 2 столовые ложки растительного масла кстати знаете каким образом регулировать густоту теста в данном рецепте либо молоком либо мукой в ту или иную сторону берем чугунную сковороду желательно чтобы диаметр был не больше двадцати двух сантиметров идеальный вариант от 18 до 22 сантиметров легко выпекать и при этом они не разрываются прогрели добавляем около столовой ложки одной столовой ложки подсолнечного масла профилактика пригорания масло нужно хорошо прокалить 5-6 минут на большом огне для того чтобы испарили все летучие соединения водные остался только растительный жир вот перед нами находится печеночное тесто теперь что касается толщины печеночных пирогов они должны быть от 4 до 5 миллиметров при этом они остаются тонкие учитывая что это печеночные блины с другой стороны минимальная вероятность разрыва даже если произойдет разрублено положим его внутрь все равно в торте этого видно не будет и так чтобы первый блин не был комом сковородку мы хорошо предварительно разогрели беру средний половник полос его заполняю печеночным тестом и тот же принцип что мы делаем блины тот же принцип что мы выпекаем блины огонь выше среднего с одной стороны запекаем две две с половиной минуты до зарумянивания с другой стороны два раза меньше так первый блин никому уже хорошо переворачиваю еще один момент переворачивать нужно одним ловким движением собственно что что у нас с вами только что и получилось и прижарили мы с двух сторон вынимаем блин а дальше все по накатанной траектории вообще получилось одного приема а сейчас подготовим куриные яйца сваренные крутую к украшение печеночного торта что мы делаем нам нужно отделить белок от желтка и отдельно нашинковать белок отдельно желток измельчить до размеров 2 на 3 миллиметра то есть чем меньше тем лучше измельченный белок измельченный желток таки готова к трудовой обороне итак коржи печеночные мы выпекли давайте же посчитаем сколько у нас здесь получилось 38 что вам нужно сделать дать им остыть и сразу же начнем собирать конструктор мы с вами насчитали 8 коржа и а это значит верхний корж мы смазывают зажаркой не будем а это значит что нам зажарку нужно поделить на 7 частей с этим справились когда я вспоминаю еще начнет туры с детства первое что приходит на ум это огромное невообразимое количество чеснока и это печеночный дом пахнет только чесноком он пахнет чем угодно только не печеночный поэтому сейчас когда я уже вырос моей семье мы добавляем 2 максимум 3 зубчика чеснока должен быть слегка не сильно выражены ненавязчивый аромат чеснока но ежели вы все-таки любите большое количество чеснока и общего блюда смело добавлять еще три зубчика и натираем прямо в майонез на мелкую тёрку теперь майонез чесноком аккуратно перемешиваем течение нескольких минут чеснок и майонез должны быть распределены равномерно если желание можно еще добавить черный молотый перец паприку жгучий перец в небольших количествах после этого ровно 10 минут даем взаимно пропитаться чесноку и майонезу и приступаем сбору конструкторов располагаемся поудобнее рядом выкладываем все необходимые ингредиенты для сбора конструкторов и так первый корж смазываем чесночным майонезом делаем это не обильно чтобы чувствовались и другие ингредиенты торта затем выкладываем морковную начинку одну седьмую часть не доходя пару миллиметров до края выкладываем равномерно следующий корж проводим точно такую же процедуру следующая часть начинки помните тут первый корж первый блин который никому ну или почти никому вот это вон и есть вернемся в эфир когда останется последний корж это друзья момент истины все коржи собрали чтобы украшение виде белков и желтков хорошо держалась на печеночном торте ну во первых нам нужно будет его выровнять это уже практически сделал примерно ровно со всех сторон со всех сторон майонезом торт обильно вымазать чтобы красиво яичная присыпка держалась как на родном как на магните не включилась камера а я тут рассказываю как красиво сверху можно украсить белком короче говоря можно сверху белым по бокам желтком а можно оборот по бокам белком сверху желтком самое главное что нужно начать начинать всю сверху потому что все же будет осыпаться и будет довольно некрасиво Красиво, да, получается, друзья? Ай да, красиво! Это самый простой тип украшений, которые можно придумать. Сверху еще можно украсить зеленью, оливками, гранатом, помидором. Из морковки можно вырезать розочку. Кто на что, гораздо. Украшаем, накрываем сверху колпаком, кладем в холодное место, желательно на ночь. Чтобы коржи печеночные и все ингредиенты взаимно пропитали друг друга. И родился настоящий кулинарный шедевр. До встречи в финале, друзья! Дорогие друзья, дорогие телезрители. Когда вы увидите этот шедевр, и вас очень потянет ее попробовать, потом еще раз попробовать. Потом бросить все и только кушать этот вкуснейший печеночный торт. Обязательно поделитесь с лучшими друзьями, знакомыми, родственниками, подругами. Если есть возможность, выставите ссылку в социальные сети, кулинарные форумы и другие интернет-ресурсы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Одесской Кухни. Берегите себя и своих родных. Приятного аппетита! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok